Вопрос. После смерти человек завещал свой дом одному из сыновей, не оставив ничего другим. Можно ли купить этот дом? Ответ. Хвала Аллаху. Во-первых. Действия, которые совершил покойный, запрещены. И это завещание не действительно по двум причинам. Он оставил завещание одному из своих наследников, а завещание наследнику не является верным, кроме случаев, когда остальные наследники согласятся с этим завещанием. Сообщается, что Абу Умама, да будет доволен им Аллах, сказал. Я слышал, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Поистине, Аллах уже даровал должное каждому, кто имеет на это право, то есть наследнику. Поэтому не следует составлять завещание для наследника. Аль-Альбани в сахе Абдавуд сказал, что хадис достоверный. Ибн Абдуль-Баруда, помилует его Аллах, сказал. Все ученые придерживаются единодушно во мнении о том, что наследнику не следует оставлять завещание и что это завещание не выполняется. Ученые считают, что этот предыдущий хадис достоверный. Второе. Этот человек не был справедлив к своим детям. Пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, назвал это несправедливостью и отказал свидетельствовать для подобного завещания. Всевышний Аллах разъяснил основу наследования, а после пригрозил тем, кто не согласен с его решением и приступает к его границе. Таковы ограничения Аллаха. Тех, кто повинуется Аллаху и его посланнику, он ведет в райские сады, в которых текут реки. Они пребудут там вечно. Это и есть великое преуспеяние. А тех, кто ослушается Аллаха и его посланника и приступает к его ограничениям, он ввергнет в огонь, в котором они будут вечно. Им уготованы унизительные мучения. Сура ан-Ниса, аяты 13-14. Во-вторых, таким образом, если человек действительно поступил так, то это означает, что его завещание недействительно, а недействительное завещание не исполняется. Так как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто. Хадис передал муслим. Поэтому человек, в пользу которого было оставлено завещание, обязан отказаться от завещанного и разделить наследство так, как это положено по шариату Всевышнего Аллаха. Аль-Баджи, да помилует его Аллах, сказал, слова «Нет завещания наследнику, кроме случаев, когда с этим завещанием согласны наследники», предполагают, что завещание недействительно в случае, когда с ним не согласны остальные наследники. Если человек завещал что-то одному из наследников и не завещал другим, а другие наследники не согласны с этим, то считается, что завещания нет совсем, и наследство делится в соответствии с законом наследования. В-третьих, условием верности торговых отношений являются условия о том, чтобы товар принадлежал продавцу, имущество, которое принадлежит человеку в соответствии с упомянутым выше завещанием, не является имуществом этого человека по шариату. По шариату он не имеет на него права, а само завещание неверно, поэтому ему не дозволено ни продавать, ни дарить дом, и у него не могут его купить, так как это завещание основано на несправедливости. А человек, которому был завещан дом, взяв дом себе, попирает права остальных наследников. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, у человека узурпировавшего права других нет права. Аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса. Аль-Хаджави, да помилует его Аллах, сказал, правовые распоряжения узурпатора недействительны. Шейх, да помилует его Аллах, сказал, слова правовые означают те распоряжения, о которых можно сказать, что они верны или не верны, так как распоряжения человека, который попрал права других с точки зрения хукма, таклифи, полностью запретны. С точки зрения хукма, распоряжения человека, отобравшего у других принадлежащие им права, недействительны, то есть если даже распоряжения будут даны, считается, что их нет. В фетве ученых постоянного комитета по выдачам фетв сказано, если человек твердо и точно знает, что товар, который ему предлагается, был украден, или взять не по праву, или не принадлежит ему по шариату, и владелец товара не является посредником продажи, то покупать этот товар запрещено. Покупка подобного товара есть помощь в совершении греха, несправедливости и отбиранию товара у его настоящего владельца. Человек, поступающий подобным образом, чинит несправедливость и попирает права других, допускает совершение запретного и соучаствует в грехе с продавцом. Сказал Всевышний Аллах, помогайте друг другу в благочестии и богобоязненности, но не помогайте друг другу в грехе и посягательстве. Сура Аль-Майда, аят 2. А Аллах знает лучше.